Ее тело искалечила война. 13-летняя Дарья Базылева была ранена во время обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Девочка получила тяжелую травму спины и пережила сильнейший шок. Два года ей помогали психологи и реабилитологи. Как сейчас чувствует себя Даша, узнавали наши корреспонденты. Вот ее любимая поделка, которую она любит. В комнате Даши настоящая выставка. Впервые за два года девочка достала из коробок все свои изделия. Когда-то с мамой они мастерили кружечные деревья, мечтали о большой коллекции. Но их планы, как и тысячи других жителей микрорайона Восточный, нарушила война. 24 января 2015 год. В Мариуполе называют Черной субботой. Утром жилые кварталы накрыли грады. Погиб 31 человек. Ранены более сотни. Среди них Даша Базылева. В собственной квартире на нее обрушился потолок. Я вот тут стояла и все вот сюда упало. И несколько камней на спину упало мне. Трагедия произошла на глазах старшего брата. Данил не скрывает. Первая мысль была – это конец. Смотрю в дым и не вижу силы этой сестры. Естественно, я испугался, начал ее звать. Она ответила, мы зашли в ванну, начали молиться. Даша испытывала жуткую боль. Дети выбраться из квартиры не могли. Куски бетона завалили дверь. Их вызвалили соседи и отвезли в больницу. Медикаментами помощь нам сразу предоставили. Ничего не потребовали. Сразу видно было, что с фонда Рената Ахметова. Девочка прошла необходимый курс лечения, но ехать домой отказывалась. К нормальной жизни ее вернули психологи штаба Ахметова. А этим летом, наряду с десятками других ребят, она прошла курс реабилитации по специальной программе в одном из санаториев Украины. Спина перестала так сильно болеть. Массаж делали, помогло. Передаю большое спасибо Ренату Леонидовичу за то, что сделал такую помощь, помог. Было приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Дашу продолжает поддерживать гуманитарный штаб. В новогодние праздники с поздравлениями пришли его представители. Вручили мягкую игрушку и сладости от Рената Ахметова. Всего в этом году подарки к новогодним праздникам получили 140 тысяч ребят на Донбассе. Война продолжается. Люди нуждаются в какой-то помощи. Ну пусть материальная, физическая, даже психологическая. Ренату Леонидовичу очень огромное большое спасибо за те чувства, которые он чувствует к нашим людям. В день трагедии Базылевы идут возложить цветы к памятнику. Он установлен в центре микрорайона. Здесь оборвались жизни мирных жителей. Тяжело, тяжело вспоминать это все. Возлагают цветы и просто молчат. Вспоминают погибших и молятся. Только об одном. Чтобы этого не повторилось. Татьяна Блинова, Оксана Корчма, Евгений Якунин. Телеканал Донбасс.